ребята всем привет с вами димас вы на канале клуб с брата хукс также с нами вся банда антон сегодня у нас жарко вообще на солнце плюс 51 и мы решили снять хороший напиток такой тонизирующий или кто-то его называют чай все по-разному ну хороший напиток и это иван чай вот так он растет смотрите прекрасное растение такое полу кустарник чай принципе и сейчас покажем чуть-чуть как мы его собираем как мы его ферментируем и сушим каких условиях ну как мы это делаем мы не поехали в лес никуда решили его зайти тут у нас деревня небольшая полянка где он произрастает принципе он растет везде достаточно такой распространенный и сейчас я покажу как мы собираем он как принципе все собирают просто берете вот где заканчивается цвет зажимаете и вот так обираете у вас получается листочки голый вот как бы ствол куста листочки не идут кто-то и пьет с листочками но мы не пьем с листочками с цветов с цветом только листочек и все пакет собираете в обычный таким движением все собирается все просто достаточно вот набиваем полный пакет но обычно мы большие пакеты такие сахарные из-под песка 50 килограммовые набиваем полностью ну что я приступлю к сбору дальнейшему чая и уже перейдем в другую локацию ну вот у нас небольшой привал случился с оператором отдыхаем забрали небольшой пакетик чая вот так листочки вот чтобы показать на видео вам как мы ферментируем так что много не собрали пойдем что дойдем до дома и уже его помнем немножко процессе и сейчас закрутим сутки полежит завтра уже прокрутим через мясорубку и сушить бы кровавлю положили достаточно мой и вот окошку посадили и она будет мять да будешь мне ну что вот смотрите у нас прошло почти сутки прошли такой чай настал слабенько конечно ферментировался мол мяли мяли но так надо еще сильней ну как бы не беда мы все равно будем прокручивать вот мы немножко уже начали наше испытание вот советская мясорубка у нас ручная кто не знает увидит и в шоке будет так закладываем и крутим если есть у кого-то электрон электрическая пожалуйста используйте обычный вот такой прикручивается к столу и мясо на пельме домашние можно сеточку потолще взять кстати мы взяли тонкую сетку ну смотрите ребят такие гранулы у нас получились довольно таки симпатичные опытные ферментаторы сказали нам что мы мало подержали сутки надо двое-трое держать суток чтобы переферментировался мы сделаем два способа вот один один подносик мы положим просто на солнце и он будет сохнуть можно такой в полутень положить даже лучше вы чем на солнце на солнце очень быстро пересохнет и одну один поднос мы положим в нашу еще одну чудо печь этой печи больше лет чем мне наверно всем взятым нашим нашей банды она работает и мы используем ее для сушки всего все что можно ну смотрите ребята вот у нас чудо печка наша мы проставим вот сюда мы включили у нас дверка открытая и периодически смотрим вытаскиваем немножко остынет она и опять убираем и до такого вот коричневатого состояния на вот там часик полтора у нас будет держаться если закроете то все сгорит нужно чтобы вот лишняя влага она выходила отсюда и как бы если у вас какой-то там супер конвектомат ну тоже следите там поставьте таймер ну такой должен быть перечневатый вид вы как бы это все поймете он высохнет вот и также вот еще один поднос мы просто убираем ставим на солнышко либо в полутень какое-то то же время от времени убираете он не станет таки коричневый естественно просто будет сухой зеленый такой вот гранулы высохнут ну все зависит от солнца там если у вас как у нас сейчас плюс 30 вот даже больше на солнце за день я думаю в принципе все высохнет у вас сами поймете он будет такая разлетаться уже все высохнет периодически его стряхиваете помешиваете ну как бы все и можно сразу пить его единственное главное что у вас если есть момент такой подержать по ферментировать в пакете вот целлофановым лучше пластик подходит к этому подольше трое суток мы как бы не стали держать просто сутки подержали ну как бы без обмана все хорошо он такой же вкусный получится просто не такой ферментированный низ такой вот более свежий будет не будет у него такой гнилой вот такой вот чайный травяной вкус чай у нас подсох небольшие гранулы есть присутствует ну так он размололся уже где-то немножко даже у нас подгорел ведь тут да такой пригар это как все зависит от вашей печи но как бы сами видели в какой мы сушим как бы самое главное можно на солнце сушить это все аромат потрясающий такой травяной кто кому нравится травы тот знает горелку кинем тоже чтобы у нас получилось сделаем покрепче иван-чай есть такие свойства аэровидические индусские они очень много заваривают и потом входят в транс завариваем крепенький вообще не рекомендуется очень сильно пить горячим иван-чай должен подостыть немножко его можно так сделать заварить и остудить и пить в холодном виде в жару такая сейчас вот на территории постсоветского пространства у нас находится не только вот вы заварили крепкий некрепкий он больше нравится и пить тонизирующим такой напиток буквально две-три минут настоится 5 остынет и мы будем пробовать наш чайок что получилось иван-чай подождали мы с оператором заварился красивый такой получился цвет также можете у нее сильно не ферментировать имею ввиду не делать вот коричневым не печь не запекать просто высушить вас получится как быть более зеленый он это на солнце лучше делать мы делали это в печи это все от вашего вкуса зависит какой вы любите так что пробуем без сахара и всего очень вкусный такой не чай напиток получается травяной тонизирующий кто-то говорит он слабит но все возможное все зависит от желудка мы пьем его всегда как бы и при этом никакого дискомфорта не ощущаем иван-чай полезная вещь не ленитесь я думаю что у вас в округе вашей растет где-то иван-чай если вы находитесь на даче то видели как он выглядит если кто не знал но я думаю очень многие знают также он продается в магазинах уже в аптеках это все распространено может быть не тот вкус сбор там еще что-то здесь просто вот вы пришли к опушке собрали посушили на солнце либо в печи как вам больше нравится показали вам сегодня свой способ приготовления вкусного и напитка названием иван-чай с вас подписка кто кому интересно ставьте лайки также дизлайки пишите обязательно комментарии как вы делаете или что-то будет там подобное еще какие-то у вас там зверобой или еще какие-то травы там заваривайте вот полезные вещи травы это очень хорошо для организма с вами был дима вся банда оператор как всегда всем пока пока увидимся на нашем канале